хотим масло в коробке передач поменять на на приоре вот родная пыльник или защита так сказать вот коробка передач вот пробка сливная ключик на 17 должен быть попробуем не снимая эту защиту снять снять пробочку вот накидной ключик на 17 рожковым я бы не делал и пуша можно слезать пробку накидным хорошо вот коробка передач сверху открутим пробку а потом вытащим щуп что потом было одну чтобы было атмосферное давление масло все вылилось ты хоть не закручиваешь не против часовой вот поэтому доложи его на землю вот так выглядит пробочка масло в коробке желательно менять после как машина чуть поедет чтобы масло было тепло чтобы лучше вытекла старая вот не на холодную на холодную не надо сколхозили вот такую лечку и получается поставим сюда в отверстие и всегда будем наливать масло и это и заполнять коробку передач и самое главное перед тем как заливать не забываем закручивать сливную пробку пробочку зажимаем ну так чувством но не до этой не без фанатизма потому что потом ее открутить да и чтобы резьбу не не посрывать ролик не оплачено этой фирмы просто купили то что наш у нас денег хватило масло вот такое если мне не изменяет память там по паспорту 31 литра должно вместиться в коробку передач но мы сейчас посмотрим процесс наливания была бы трубочка пошире вот это было бы процесс быстрее бы а так мы уже потратили 15 минут ну уже там три с копейками литра налили часто это дольется в коробку и замеряем вот у нас сколько осталось масла в канистре залили масло вот залили по максимальный уровень потому что говорят но мне друг еще давно говорил что если не по максимуму заливать то на 5 5 передача на 5 передача шестеренки когда едешь на большой скорости 5 передача то плохо смазывается поэтому надо заливать по максимуму все и вставим щуп не попереку так а вот так по длине вот по длине автомобиля чтобы он должен был быть чтобы его не закусывал иначе у вас будут тогда следы на щупе вот так щуп ставим все масло поменяли будем ехать